Всем привет! Меня зовут Катя Клэб, и сегодня на моём канале будет влог. Да и после этого ролика я собираюсь выкладывать пока простой, очень такой домашний контент, где просто мы с вами будем проводить время вместе, хотя бы находить несколько минут спокойствия, приятного настроения, поддерживать друг друга и в целом быть вместе. И самое полезное и интересное в процессе вот таких вот роликов, это то, что я заново научусь монтировать, потому что я перешла с Premiere Pro, которую я ненавижу, на Final Cut. Это значит, что мои навыки немного утеряны, и будем учиться чему-то заново. Учусь! Ну что, человек, цитрус снова в деле. Любимые мои, советую, самые вкусные грейпфруты, если вы вообще их не любите есть, но хотите как-нибудь полюбить, я покупаю розовые, беру в верном. Вообще из-за того, что я, когда занимаюсь спортом и завершаю тренировку, ем цитрусы, у меня теперь ассоциация такая на психологическом каком-то уровне, что если я ем вот цитрусы, я счастливая, я молодец. Упала. Прямо, знаете, вот чуть в какахе собачьи, там волосы все собрала свои собачьи. И причем, знаете, я стала замечать, что некоторые такие взрослые стереотипные штуки я стала очень сильно любить, потому что, когда я была маленькая, бабушка вечером всегда смотрела телевизор, приносила тарелку фруктов, типа, бабуль, чем ты меня хочешь удивить? Нарезанное яблоко с вычищенными семечками. Это, конечно, приятно жевать. Уход, любовь, я такое как бы оцениваю, люблю, уважаю. Но, типа, серьезно, это вкуснее, чем если бы я жрала целую тарелку каких-то сладостей. Ладно, вру. Колбасы. А сейчас я такая, боже мой. Сама себе приношу. Не доросла пока до того, чтобы делиться настолько мне это сильно нравится. Боже мой. Я жру максимально хищно. Это сначала может показаться, что как-то отталкивает, ни хрена. Люди, которые со мной садятся есть, что есть со мной, это просто отдельный вид удовольствия и хобби. Реально сочело прям. Зачем мне монтаж, когда могу на каждом шагу такой ересь нести? Ой, как я люблю это. Что может быть лучше? Вот у нее яйца даете звуки, это сделано. Вообще, вот так вот сделаешь, вот так вот. О-о-о. Вот-вот-вот-вот-вот. Ну да, все зафал, застревает. Если честно, мне кажется, что это уже должен быть какой-то отдельный сегмент у меня в роликах, где Катя делает кофе. Сегодня я в первый раз за долгое время что-то захотела сделать холодный. Хорошо. Я очень люблю в кофе использовать всякие специи. Сегодня, так как у нас апельсины в очередной раз какой-то фест, вот такая вот классная крошка. Апельсин и карамель. Это, знаете, как подсолить какое-нибудь блюдо. Все. Слушайте, на столе, как всегда, бардак. Гламур закончился на этом. Прям бамбл-кофе какой-то выходит. Чтобы вы просто понимали, насколько серьезно я настроена перейти на быстрые клавиши и учиться монтировать в новой программе, я себе сделала пометочку с горячими клавишами. Тут вовсю значит вот это вот тык-тык-тык-тык-тык учусь. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, время запить свои витамины огромным количеством кофе. Планы сегодня такой. Я сейчас позанимаюсь немного корейским, поделаю те домашки, которые еще не успела дописать, и еду уже заниматься непосредственно в школу. И не говорите мне, что это не полезно. Я знаю. Хорошо. Ну а после корейского, я думаю, съездить в магазин, обналичь свой сертификат, потому что у меня что-то лежит. Найду какие-нибудь приятности для себя. У меня есть очень смешной, значит, тейп. На нем изображен голый толстый мужчина. Я заехала на квартиру, чтобы оставить все учебники, решила немножко, значит, подрисоваться. И знаете, вот этот момент... Да, у меня сверлит. Вот этот момент, когда ты думаешь, вот надо что-нибудь добавить в макияж, и чисто такое настроение, чтобы, знаете, вот быть поярче. И потом ты понимаешь, что какой-то продукт вообще полный кал, и все куда-то не туда размазывается. А ты стараешься, тратишь больше времени, чем обычно, и думаешь, лучше бы, знаете, вот мазанул бы тоналочкой, и шлепнул пудрочки, и пошел свежее, и приятнее бы было. Каждый раз это происходит, когда я пытаюсь что-то как бы сообразить новое у себя на лице, из новых цветов и продуктов. Хотела неоновые, значит, здесь вот эти вот, какая-то грязюка, чисто козявочная, оттеночная штучка. Ну что это такое? Какой-то арбуз. Чисто увлажнение. Короче, я решила себе взять часть топлива, порадоваться. Какая смочка прелестная. Я, значит, тут в трусах уже дома, а там солнце вышло. Что это такое? Ну что это такое? Не знаю, будет ли у меня здесь синяк, потому что когда я садилась в такси, галантный водитель решил открыть мне дверь, не видя, что я уже улетаю от ветра. И как только он приоткрыл немножко дверь, она резко мне прям, прям вот, прям... Так что, если кто-то мне хотел этого сделать, видите, все желания сбываются. Я еще несла свое хрючево, которое нахрен горячее и чуть меня не обдало. Немножко дрестануло, значит, на кофту. И знаете, в такие моменты, когда тебе очень больно, страшно, грязно, единственное, что тебе остается, это просто промолчать, потому что то выражение лица и вайб, который случился у водителя, я представляю, как ему было страшно. Я примерно знаю, как реагируют на такое обычно люди. Я просто такая говорю, спасибо и сожмись. Я понимаю, что я злая, мне больно, но я думаю, я не буду ничего говорить. Не вот это вот... А-а-а! 8 минут, как Питер Гриффин, короче, закалено. И вот это вот... Что вы сделали? Нет, я думаю, я... Катя. Больно, обидно. Могла ехать на метро. Блин, как помочь-то этому. Вообще, макияж сегодня как-то не задался. Я купила неоновый карандаш. Бегала по всем магазинам. 319 рублей. Буба. Ой, что купила, сама не знаю. Сейчас вернусь к красивым человечкам. Я могу только надеяться, что этот вариант выглядит лучше предыдущего. Наконец-то есть право глотнуть вкусняшку. И если вы боялись, что в предыдущем моем ролике вы видели паука... Павук. Нет, это огромный кусок пыли. Увидела татушку на своей ноге. Обрадовалась. У меня, кстати говоря, появилась странная привычка. Когда я ем, я прям чавкаю и смакую. Мне кажется, проблема и виной тому, что я несколько раз бывала в Азии. И там это как бы часть культуры, что это вкусно. Вообще, когда ты ешь и впускаешь, реально это работает. Когда ты чавкаешь, ты как бы впускаешь кислород в рот. Типа... И, ребята, это же логично. Запахи раскрываются с кислородом. Это как, знаете, я показывала, что кофе нужно, значит, взболтать. Тогда оно кислится с воздухом, произойдет реакция и будет более ароматным. Так вот, когда ты чавкаешь, реально вкуснее. Это типа нанотехнологии какие-то. Нямы. Нямы технологии. Ой, иногда я рада, что я редко снимаю на YouTube. Похвастаться особым, как бы, умом тяжело. А из-за того, что мы долгое время ходили в масках, это другая моя проблема. Когда я нахожусь в маске, и я до сих пор их ношу, хотя у нас стоят от меня, то, как бы, опять и говорят, надо носить. Из-за того, что мы ходили много в маске, приходилось с тяжестью, значит, всасывать воздух через нее. Знаете, как вот пылесос, который пылесосит ковер. Я реально начала сопеть. У меня не было пластических операций на нос, никакого не гайморита, никогда я так не дышала. И, типа, сейчас просто... Боже, это ужасно. Я больше всего на свете боюсь издавать какие-то странные звуки жизни. Вот реально. Особенно, когда говорю, и, там, знаете, этот пузырик в щеке куда-то залетит, такой, типа... И ты такой... Я пыталась говорить на серьезные темы, да, эмоционально, но зачем ты меня подставил рот? И эти звуки я тоже сдаю. То сустав хрустнет. Так и живем, господи. Почему нельзя просто побыть наедине с собой в тишине? Обновила немножко свой вид, потому что собираюсь переодеться и пойти погулять. А еще у меня появилась дверь в мою гардеробную. Это не основная гардеробная такая. Она на квартире. Здесь не так много вещей. Собственно, вот она моя родимая. И сверху бомбер. Я решила попробовать очки. И чтобы точно все считали, что я придурочная. Сьюдзу! Боже мой, боже! Очень вкусно. Очень вкусно. Ну а что, еще один день. И да, я сегодня ярко накрашена. Я так пыталась спрятать прыщ. Не знаю, найдете вы его или нет. У меня их как бы много. Можете перепутать. И в классике вещей, сегодняшней нашей программе, я как человек, которому, когда что-то начинает нравиться, в итоге он сходит поэтому с ума. И я думаю, что вы уже можете заметить, какой у меня теперь любимый цвет. Вот, что меня сейчас поднимает настроение. Из доброго поддержки и хобби я сделала клич в социальной сети, который сейчас нельзя называть. У людей были свои различные магазинчики, рукотворные хобби. Я вообще радею за всех людей, которые делают какие-то штуки своими руками, кто мечтает, хочет производить, что-то делать сам. Я сделала клич, что если у вас сейчас очень страдает из-за того, что все, конечно же, в этой социальной сети делают свои какие-то магазинчики, еще что-то, пишите, посмотрим, поможем, как сможем. Короче, показываю вам штуки, которые я купила у своих подписчиков. Я уже успела поносить эту сумку, поэтому показываю, как она была упакована. Как была распаковка, значит, я открываю. Внутри вот такая прекрасная штучка. И там была сложена сумка. Я огромный фанат сумок-почтальонок, потому что все то, что можно сделать вот так вот, значит, и пошла через плечо. Во! Вообще, эта сумка дико удобна для тех, кто будет кататься там со скейтом, всякий спорт. Ребят, во! Я не катаюсь, но это моя самая любимая форма сумок. С рюкзаком пострашнее, потому что сзади там могут что-то поворовать, у меня воровали. А вот сумка через плечо и руки свободны, можно бегать, трястись. Она вместительная, и, соответственно, ты ее вперед так перетащил, и все. Тебе ни спине не тяжело, и под контролем содержимое. Просто вот какие есть талантливые ребята, а? Обалдеть! Сумка просто восторг! Я с ней уже не знаю, сколько хожу, обожаю, люблю. Везде отмечала, показывала. Если вдруг не видели, заходите в Телеграм, там я продублирую. А теперь вы поймете, почему я так с ума схожу по неоновому цвету. Началось все именно с этой сумки. У этой сумки я попросила сделать неоновый подклад. Хочется просто взять вот туда и залезть. Вот, это тоже кармашек. И мне очень нравится, что здесь она не складывается, потому что вшит такой некий реброк. Человек просто рюкзак. Надеюсь, я тут ее оставила. Так, а где... Так, извините. И еще одна посылочка. Я, конечно, умею делать сама украшение. Но, опять же таки повторюсь, вещи, которые сделаны непосредственно руками человека. Ты знаешь кто, ты с этим человеком переписывался. Это совершенно другая история. Ты их очень сильно ценишь. Колечко. Так замечательно все упаковано. Слушайте, а что там? Там жвачки мне положили. Вот что значит продуманность. Смотрите, даже логотип и стикер свой положили. Вот это обалденно. Конвертик, логотип, просто мое уважение. И вот так выглядит кольцо. Офигенное кольцо. С вашего позволения я сниму стикер. Ну, обалдеть. Вот такой вот зуби-зуби-зуби-зуби-зуби-зуби-зуби-зуби. Это пока первые вещи, которые до меня дошли. Есть еще другие, которые ты уже заказала. Следующий день. Чек. Продолжаю снимать свой влог следующим днем, потому что вчера после съемочек небольших у меня, значит, защемило то ли это называется нерв, то ли это судороги. Вообще, мне кажется, это больше тик, потому что связано с мышцами на лице, из-за нервов и прочего. У меня, короче, неадекватно вело себя лицо. Контролировать его было совершенно невозможно. А смотреть на меня дерганым в кадре как-то мне самой не хочется за монтажом. Что уж говорить о вас, когда будете смотреть этот видос. Погружаемся в приятную атмосферу, расслабление, любви. Чувствуем, как у меня пахнет, значит, банановыми духами. Двумя разными. Банановое фламбе и ванильный банан. А это значит, что мы сейчас с вами пойдем в магазин, купим ингредиенты, которых не хватает, для бананового кекса. Пойдемте. И чтобы пить копьёк, значит, с банановым кексом, молоко соевое. Зачитываю нужные ингредиенты. По рецепту у нас три банана. И также я хочу добавить орехи. А вместо сахара использовать кленовый сироп. Два куриных яйца. Я обожаю с вами готовить. Растопленное сливочное масло 100 грамм. Туда же кленовый сироп. И попробую по вкусу, по сладости, если что, добавлю дополнительно сахар. Ну, давайте. Здесь смесь всяких орехов, плюс еще изюм. И я сюда залила кипяток, чтобы немножко сошел вот этот слой непонятного парафина, в чем обычно продаются все эти вот орехи. Плюс, конечно же, кипяток немножко размягчит их. Я, правда, не хочу сильно умельчить орехи и изюм, поэтому изначально вот эту вот массу я приведу в одну консистенцию, а потом добавлю орехи. Погнали. Мешаем в тесто полтора стакана муки, разрыхлитель и остатки всякого ванильного сахара. Выгружаем орехи. Орехи все так вкусно. Отпусти. Ну что, 180 градусов на 40 минут отправляем в наш кекс. Сусик. О, Сус-Ма-Сус. А что это ты такая, правда, все доброе-то? Мась, что это воняешь? Ну, Мась. Ты же раньше выпросишь? Признаюсь честно, пирог мог бы быть повкуснее. И, короче говоря, у меня еще пятно новое здесь вот от масла на футболке, как всегда. Грустно, потому что люблю эту футболку, но не расстраиваюсь, потому что любые жирные пятна я лечу тем, что просто их протыкаю и делаю стильные дырки. У нее и так такой, знаете, дизайн. И небольшая приколюха, значит, и такие вот у меня украшения есть. Настоящая кнопка. Эти нашла на Алике, а эту штучку придумала сама, просто тоже на Алике купила брелок и повесила на цепочку. Дело дня собрать стол для моего принтера, потому что я теперь постоянно пользуюсь тем, чтобы печатать свою домашку по-корейскому, какие-то слова. Принтером стала пользоваться постоянно, а он, соответственно, стоит на пуфе. Пуф жалко, больше положенного места занимает, нашла хороший стол. Инструкция. Блин, нам понадобится гаечный ключ. А, есть! Прекрасно. Вот такой вот он будет компактный. Как удобно. Меня очень радует, что он так теперь мало места занимает, и в итоге я буду его иногда закатывать прям под стол. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»